Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Атеана на библейском портале экзегет.ру. И с вами сегодня я, Солодков Андрей Иванович, превдаватель Николы Переверинской средственной семинарии Российского Православного Университета. Мы с вами читаем 11 главу, в которой сказано следующее. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». Сразу нужно сказать, что в Священном Писании встречается имя Мария несколько раз, и о нескольких личностях здесь говорится. Здесь же говорится о Марии не той, которая была блудницей, а той, которая была из Вифании. И о ней дальше будет в 12 главе сказано, как она помазала ноги Христа. Далее, говорится в 3 стихе, «Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о снеобыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Вот такие события до 14 стиха разворачиваются перед нами, где говорится о том, что Иисус, помедлив некоторое время, называет, помедлив некоторое время, все-таки приходит в Вифанию по приглашению Марфы, Марии и Лазаря. Это были Марфы, Марии, две сестры и их брат Лазарь. И как сказано, что Иисус любил Лазаря. Более того, он называет его другом, как мы увидим в дальнейшем. Но здесь интересно, что надо заметить, что Христос медлит и не идет сразу по первому зову. Как сказано, он был там, находился еще, пробыл два дня на том месте в 6 стихе. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Интересно здесь то, что Христос медлит. Он об этом объяснит немного позже, потому как иудеи должны были удостоверить, что действительно Лазарь был мертв. Это не был никакой не сон, как он об этом говорит. И здесь то, что мы с вами прочитали. Но интересная реакция учеников. Когда Христос говорит, «Пойдем в Иудею», то ученики говорят, «Зачем нам туда идти? Нас совсем недавно там хотели побить камнями, и твоя жизнь была угроза». Но Христос отвечает им, что не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. О чем здесь речь? Дело в том, что Христос здесь говорит своим ученикам, что пока есть свет, то есть пока есть жизнь, которая дана здесь каждому человеку на земле, необходимо соходить во свете. А кто есть истинный свет, он об этом сказал прежде, говоря о том, что я есть свет. И апостол о нем свидетельствовал, что пришел свет, в котором нет тьмы и тьма. Этот же Евангелист, вернее, Иоанн. Апостол свидетельствовал о нем в своем послании, что пришел свет, и в нем не было никакой тьмы, и тьма не объяла его. Поэтому здесь Христос дает своим ученикам и нам в том числе такое предупреждение, что пока есть ваша жизнь, а срок этой жизни он отмерен у каждого человека, ни один человек бесконечно не будет жить на земле. В этом смысле он как бы говорит им такую притчу-пословицу, которая, как замечают некоторые экзегеты, была в ходу у иудеев, что каждой жизни есть предел. Далее мы читаем с вами, сказав, это говорит им потом Лазарь-друг, мы видим, что он называет его другом, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Почему они так говорят, что если уснул, то выздоровеет? Дело в том, что в древности, да впрочем, как и сейчас, иногда, когда человек, у него ослабляется иммунитет, то говорят, тебе нужно хорошенько отдохнуть, надо хорошенько выспаться. И тогда люди в древности это понимали, что иногда человеку, когда уже сила физического на исходе, ему тоже надо отдохнуть. И многие люди замечали, что человек после сна действительно становился как-то бодрее, здоровей. Поэтому здесь говорят, если уснул, они думали, что он говорит Христос об обыкновенном сне. То есть они говорили, если уснул Лазарь, то он выздоровеет. Но Христос, как говорит Евангелистан, говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Что мы знаем о тех приготовлениях, которые там были, и вообще о погребальном обряде в иудаизме? В том, что в Иудее человека хоронили быстро. Поэтому Иисус Христос уже идет туда, в это место. Обычно это совершалось все одним днем. Потому как слишком жарко в Иудее, нельзя было держать покойника дома. При этом были приготовления, они нечто похожее на то, что у нас делается сегодня. Но нельзя было во время, пока покойник находился, ни есть, ни пить. Приглашали специальных людей, которые мы увидим и в дальнейшем здесь. И раньше приглашали таких людей, которые оплакивали покойных. То есть это были специально такие плакальщики. В Иудее эта традиция была также очень строгой. Дальше, что еще делали? Только после того, как похоронить человека, тогда подавали кушанье. Обычно это было три основных блюда. Это вино, это чечевица и яйца. Причем яйца круглые. Некоторые спрашивают, а почему круглые яйца? Мы с вами помним, круглое яйцо и чечевица обозначало, что всякая жизнь, вот как яйцо круглое катится, и всякая жизнь она катится и склонна к тому, что когда-нибудь закончится. Поэтому мы помним, что когда Мария Магдалина пришла к императору Тиверию, а император Тиверию был любителем собирания всех различных обрядов, каких-нибудь экзотических традиций, традиций, которые были в той или иной культуре. И он знал эту иудейскую традицию, что на поминках подавали именно круглые яйца. И они обозначали то, что символически, что в каждой жизни есть конец. И вот здесь интересное такое замечание, что когда она подала Марии Магдалины ему это яйцо, то оно у него покраснело в его руках. Это означало, что все, теперь жизнь уже не катится здесь под наклон, под наклон, как было представление, а она побеждена, смерть побеждена воскресением Христа. Далее мы с вами увидим тогда, да, и интересно, ну что еще, если говорить чуть-чуть, может быть, так остановиться, что раньше, например, был такой раввин Гамолил II в иудаизме, он жил во втором примерно веке до Рождества Христова, раньше иудейское погребение сопровождались таким пышными различными обрядами. Людей покойных одевали в богатые одежды, возлагали в них много драгоценностей, в руки им вкладывали драгоценности. Но вот раввин Гамолил II упразднил это, сам одел на себя обычную льняную одежду, рассказал, как его надо обмотать, и лег во гроб. И его так похоронили, то есть в бедном состоянии. Это немаловажное замечание, потому что мы увидим, что Лазарь был погребен именно так, по той традиции, и Христос был, в общем-то, погребен по той традиции, которую ввел именно вот этот раввин. И далее мы с вами читаем в 15 стихе, сказано, «И радуюсь за вас, продолжает Христос, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним». Многие усматривают в этом тексте, особенно порывы Фомы, что Фома говорит, пойдем и умрем с ним, некоторую такую смелость апостола Фомы, которая потом, впоследствии, в 20 главе Евангелия Таана, не отречется, а усомнится, что Христос являлся ученикам после воскресения. Но, тем не менее, потом его и исповедуют этим удивительным словосочетанием, которое содержится в Евангелии Таана, в 20 главе, «Кириоса Теоса», «Господь мой и Бог мой». Это такое удивительно утвердительное исповедание о том, что Христос истинный Бог, пришедший во плоти в этот мир. Но здесь некоторые экзегеты усматривают и другое. Фома здесь как бы в отчаянии говорит, потому что мы помним, прежде что говорили ученики, в том числе и Фома, зачем мы идем в Иудею, настолько там хотели побить камнями. Знаете, бывает такая ситуация, когда кто-то, лидер, скажем, ну, если перевести на человеческие такие понятия, что же там происходило между учениками и Христом, то когда лидеры говорят, ну вот нет, надо идти, другие говорят, нет, ну зачем, там же опасность. И кто-нибудь один говорит, ну что, ну, как бы в неком отчаянии, ну, пойдем тогда и умрем уже, что ли, что нам уже остается делать. Вот многие экзегеты как раз усматривают именно это, Блаженный Августин в частности на это так намекает, что это было такое отчаяние, трусливое отчаяние, он как бы говорит так. Да, почему Фома называется и Фома, и Близнец? У него как бы два имени. Дело в том, что было тогда в традиции, когда Рим уже правил Израилем, то, и был свой римский прокуратор, то там были такие двойные имена. Фома это было имя его иудейское, а Дидимус, это, что переводится из греческого, Близнец, это было имя греческое. И мы читаем далее, 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня во гробе. Действительно, Вифания же была близ Иерусалима, стадия в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали, а брать их, о том, о чем я сказал ранее, что действительно иудеи приходили, но не надо думать и об иудеях, что они были во времена Христа все злыдни, потому что мы увидим, что и многие иудеи, как сказано, в дальнейшем будет и некоторые даже из начальствующих уверовали во Христа. Поэтому были те, которые и искренне сочувствовали, но были те, которые лицемерили, а были те, которые приходили на похороны, чтобы как-то что-то подзаработать, или что-либо там просто поесть, даже не сочувствуя людям, которые там собирались. Разные люди, в разные времена, там было тоже все разное. Далее Марфа, услышав, что идет Иисус, пошел навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой. Но теперь, зная, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, зная, что воскреснет воскресение в последний день. Иисус сказал ей, я есть в воскресении жизни, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веруешь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Интересный такой здесь диалог между Христом и Марфой. Мы видим, что у Марфы, как у деятельного такого человека, мы уже встречались, кто исследовал Евангелие от Луки, что она действительно все спешила и все сделать, и как бы послужить Христу. И тут мы видим, что Мария остается дома, а Марфа идет навстречу Господу. И тогда она как бы, как Святитель Иоанн Златоуст говорит, в некой степени нотки такие сожалений, некого даже упрека к Спасителю звучат из ее уст. Она говорит, если бы ты был здесь, пока он еще болел, то он бы не умер. Но Христос ее останавливает и говорит, что ничего страшного в этой смерти, он воскреснет. Тогда Марфа здесь говорит о том, зная, что воскреснет в последний день воскресения из мертвых. На самом деле, очень интересно, что у Марфы есть такое представление о воскресении из мертвых. Хотя в Ветхом Завете у многих пророков мы встречаем, что представление о смерти было такое, и мы знаем, что все шли в Шиол, то есть в состоянии такое, еще не было рая, все шли, праведники и грешники, в состоянии ада. Об этом нам свидетельствует и притча в Евангелии от Луки о богаче и Лазаре, что есть лоно Авраамова, где праведники находились в более таком, если так можно сказать, в более что ли облегченном состоянии, ожидая первое пришествие Христа. Но здесь Марфа говорит о втором пришествии Христа. Что мы знаем об этом в Священном Писании? Ну, например, в Ветхом Завете Псалмопея издает в 6-м Псалме, 5-м стихе говорит, «Ибо в смерти нет памяти о тебе, во гробе кто будет славить тебя?» Или, например, 29-й Псалм, 10-й стих, «Что польза в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя, будет ли возвещать истину твою?» И множество Псалмов, ну, и, например, книга Пророка Исаи, 38-я глава, 18-й стих, сказано, «Ибо не преисподне славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не поспешающие в могилу уповают на истину твою». То есть мы видим, что у Ветхозаветного человечества не было такого ясного представления о воскресении из мертвых, то, которое есть теперь у нас. Весь взгляд Ветхозаветного человека был то, что произойдет, и как мы избавимся от смерти. Мы в более благодатном состоянии, потому что мы знаем, что это уже произошло, и наша надежда, она более, скажем, такая, ну, сильнее, что ли, более надежная надежда, что действительно Христос уже победил смерть, что Он воскрес, и теперь смерти нет. Тем не менее, в Ветхом Завете мы находим и другие слова, те, которые исповедуют, как мы видим, Марфа. Она говорит о том, что знаю, что в последний день будет воскресение из мертвых. Ну, например, если даже привести книгу Иова, 19 глава, 25 и 27 стих, где Иов восклицает, «Я знаю, Искупитель мой жив». Вот что он говорит. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти мою узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Хочу напомнить нашим слушателям слушателям и исследователям Священного Писания, что книга Иова одна из древних книг. Она по своему написанию, датировке древнее считается книги, нежели книга Моисеева Пятикнижия. Это примерно 1800 год до Рождества Христова. Поэтому уже в этой книге, смотрите, какое четкое есть указание на второе пришествие Христова и на воскресение, где сказано, «Я знаю, Искупитель мой жив, и что он восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога». Не говорится в каком-то аморфном состоянии, не говорится просто о душе, отделившейся от тела, а именно о плоти, о чем говорит апостол Павел в послании фессалоникийцам, что «не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших», и далее говорит, что узрит его, и сам Христос говорит, узрит его всякое око. И мы читаем с вами далее. Этот разговор Христос, как мы прочитали, развеивает и говорит, что он имеет власть исцелять. И говорит о себе в 25-м стихе «Я есмь, воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет». То есть, это слово сочетание, мы с ним много раз встречаемся в Новом Завете, я имею в виду в Евангелии Атеана, где Христос о себе говорит «Я есмь тот, кто есмь». То есть, по-другому говорит он «Я есмь сущий». То, что он и в прежней главе, в 10-е, как мы видели, говорил о том, что «Я и Отец одно». И здесь Христос говорит, что «Я имею власть и воскрешать, и то, что делает Отец мой, то делаю и я. И всякий живущий, как он и заключает, и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит «Так, Господи, верую, что ты Христос, грядущий в мир». 28 стих. «Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешила, встала и пошла к нему. Иисус же не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, и утешали ее, видя, что Мария поспешила, встала и вышла, пошла за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там». Действительно, опять же, среди иудеев считалось, что душа человека находится до четырех дней. Это, наверное, было связано с заповедью о субботе, о покойном дне, о дне покоя, что после вот четвертого дня уже душа отходит и она уходит в шеол. Такое было, мы встречаемся с таким истолкованием у тулмудистов, что четыре дня считалось, что еще и тело не совсем разлагается, после четвертого дня считалось, что уже все и нельзя подходить к трупу. Это уже по, опять же, талмуду считалось осквернением. До четвертого было можно. Поэтому здесь и говорится, что она пошла в четвертый день, чтобы в последний раз оплакать. И, как подумали иудеи, что она пошла плакать на гроб, и это было дозволено законом. 32 стих. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев ее, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть, она фактически повторяет те же слова, которые Марфа. «Иисус тогда увидел ее, плачущую, и, пришедший с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Интересно, почему Христос сказанно «возмутился духом» и это слово «возмутился», мы встречаем и в других текстах Священного Писания. Оно в большей степени переводится как «Христос посмотрел строго на человека», например, о некой строгости внутреннем напряжении. Почему сказано, что Христос возмутился и воскорбел? Я уже выше сказал об этом, что среди иудеев были разные люди, как и среди разных людей. То есть, он увидел в большей степени людей, которые последовали за Марией здесь, якобы, что увидели, что она пошла оплакивать Лазаря, по лицемерию и по своей какой-то выгоде, которую они искали. Там наверняка они могли что-то им, может быть, и подплачивали, какую-то вытянуть из них милостину такую. Это было как тогда, так и сегодня. Поэтому, когда Иисус это видит, Он говорит строго, возмутился, посмотрел на них и сказал в 34 стих, «Где вы положили Его?» говорят Ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. А почему здесь указывается, что Иисус прослезился, возмутился, воскорбел? Такие, казалось бы, слова, которые указывают больше на человеческую природу. Ну, мы об этом и говорили, что Иисус Христос есть и Бог, и человек. Но, тем не менее, это еще говорится и для того, что очень многие люди тогда иудеи, а особенно мы увидим, что в дальнейшем придут и елены, и греки, но в особенности иудеи, они не верили в то, что Бог может как-то чувствовать или сочувствовать. По их понятиям, Бог всегда должен был за что-то наказать. А в Евангелии Атеана, это, в общем-то, позднее написание Евангелия, 98-й год, и многие экзегеты, историки, исследователи рассматривают это Евангелие как некую дальнейшую преддверие некой полемики с Филонином Александрийским. Именно преддверие, потому что Филон Александрийский писал чуть позже, но в Евангелии Атеана также рассматривается как Евангелие, которое адресовано грекам. Если Евангелие от Матфея адресовано иудеям, Евангелие от Марка адресовано в большей мере римлянам, с таким языческим юридическим сознанием, поэтому нет неродословной и многих других вещей, очень краткое изложение, такое схематичное. Евангелие от Луки адресовано больше язычникам, где смотрятся какие-то обряды, некие праздники. То Евангелие от Аны, как говорят некоторые, что да, действительно, здесь такой философский язык адресовано больше грекам. Поэтому здесь и употребляются именно эти слова, что у греков, например, было такое представление, опять же, как и иудеев, что Бог не может никак сочувствовать. Например, это представление к ним пришло из некоторых их философских школ, но в большей мере оно получило свое развитие, когда Александр Македонский завоевал Индию, то там он познакомился с индуизмом, естественно, познакомился с системой кармы, а карма, она безличностна, поэтому Бог безличностен, весь мир воспринимается как механизм, никакого сочувствия и мольбы к Богу быть не может. Поэтому здесь евангелист Иоанн делает акцент на эти стороны, что Бог, он любящий, об этом он сказал и скажет, Бог есть любовь, о том, что Бог и сочувствующий, и милующий, и сострадающий, в то же время и наказывающий, что в Боге есть все качества, ничто ему не чуждо, то, что есть у человека, кроме, всегда об этом говорится, кроме греха. Он был подобен нам во всем, кроме греха. И далее мы видим 36 стих. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший отче слепом и сделать, чтобы и этот не умер? Мы помним, здесь они упоминают нам историю о слепорожденном, которую мы с вами рассматривали. Иисус же опять, скорбя внутренно, видите, опять делается акцент, что Бог может и скорбить, и сочувствовать человеку. Это действительно так. Приходя ко гробу, была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего марша говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Зачем Иисус Христос просит отвалить камень, и мы видим, что никакое здесь, от иудеев, от иудеев не получает никакого противления в этом действии. Дело в том, что, как я сказал выше, что до четвертого дня действительно можно было еще и зайти, и прикоснуться, и можно было зайти даже во гроб. Это не считалось исквернением. Но Марфа его предупреждает, что последний день, может быть, уже заходило солнце, уже был какой-то закат в том времени, поэтому он знал, что будет иудеи, какой будет и гнев, это уже считалось бессквернением, и предупреждает, что это уже прошли все сроки, прошло все время, что это смерть настоящая. И далее говорит, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Сороковой стих. Иисус говорит ей, не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Очень важное здесь такое словосочетание. Христос говорит, что я ничего не делаю, если того, что не знает Отец мой. Я ничего не делаю от себя. Я делаю все, потому что я единосущен Отцу. И здесь он говорит, что я делаю это не потому, что я нуждаюсь в той энергии какой-то, или в той силе от тебя, что я просто человек, а потому что, чтобы эти люди уверовали в тебя. 43 стих. Сказав это, он возвал громким голосом Лазарь и Дивон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, по грибальному пелеменами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит ему, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии, увидев, что сотворил Иисус, уверовали в него. Видите, разные были люди и среди иудеев, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Чувство патриотизма и безопасности своего народа здесь перехлестывает иудейское самосознание, и они говорят о том, что этот человек много творит чудес, он бунтовщик, если оставим его там, то римляне опять придут, они начнут свои карательные операции, потому что он еще и называет себя, как они уже слышали, царем, и много народа следует за ним, а раз много народа следует за ним, то значит, у него большая популярность, а у тех, у которых большая популярность, всегда множество завистников. И всегда есть упасение о власти мущих, как тогда, так в общем и сегодня, что если есть какое-то волнение, то надо его каким-то образом пресечь. Самый простой способ, тот, который, вот, к сожалению, был и в России в 90-х, нет человека, нет проблемы, то они примерно засуждают так, что вот человека надо просто убрать. один же из них, так сейчас это и будет, 49-й стих, один же из них, некто Каифа, будучи на тот год первосвященникам, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал, не от себя, но будучи на тот год первосвященникам, предсказал, что Иисус умрет за народ. Видим, что евангелист Иоанн сделает здесь замечание, что он сказал это не от себя, но потому, что был первосвященником. Иногда люди, не совсем поступающие по воле Божией, как этот первосвященник, мягко говоря, изрекают пророчество. Мы помним с вами, как Валаам, который за мзду хотел проклясть народ израильский, ему даже ослица остановила, когда его наняли за деньги, чтобы он произнес проклятие, и заговорил человеческим голосом, потому что он шел против воли Божией. Но когда он зашел на гору, чтобы проклясть, то Бог вмешался в своем удивительном промыслом. И вместо проклятия он произносит пророчество. Если вы помните, из книг чисел «Вижу его, он не близко, но уже близко, вижу его, спасителя мира». То есть, он изрекает пророчество о Христе, о его первом пришествии. Поэтому здесь Каифа как бы предсказывает, и Евангелистан делает на этом такой акцент, и говорит, что он, будучи перед священником, произнес это пророчество, что Иисус умрет за народ. И не только, делает дальше силологизм, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божих собрать воедино, то есть за весь мир. С этого дня положили убить его. Нет человека, нет проблем. Они так рассуждали, не зная о том, кто Христос. И 54 стих. «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими». Мы видим, что Христос избегает опасности, потому что не пришло еще его время. Но это нам хорошая подсказка, о которой мы говорили. Не надо всегда лезть на рожон. То есть, не надо искать самому страданий. «Удостоился креста, не бегай креста», как говорили отцы церкви, но сам специально не ищи, но удостоился не ищи. Далее 55 стих. «Посха иудейская, многие из всех и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и стоя в храме говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли и он на праздник, первосвященники ЖФА и Сери дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявили бы, дабы взять его». Тогда действительно на праздник собирались все, не только иудеи. Как мы увидим, в дальнейшем приходили люди разных национальностей, празелиты, и те, которые хотели принять иудаизм через празелитизм. Потому как единственным местом поклонения был Иерусалим. Даже сегодня современные иудействующие, я по своей миссионерской такой нужде общаюсь с ними, они говорят о том, что если они, например, не в Иерусалиме встречают Песех, то есть Пасху, то они, когда сидят за столом, то первые тосты не произносят. «Ну, сегодня здесь, а в следующем году обязательно в Иерусалиме». То есть такая привязанность к этому месту, к Иерусалимскому храму, в них, которого, в общем-то, нет и есть его разрушение, но тем не менее город Иерусалим для них остается свят. Еще бы только одного им не хватает принять Христа как своего спасителя, тогда будет полный, в общем-то, порядок в их жизни. Но это дело выбора и свободы каждого человека, поэтому здесь для нас очень важно заметить то, что они приходят в Иерусалим и каждый иудей тогда должен был прийти на Пасху. На Пасхе совершалось целое обряды, там, например, было даже подсчитано, сколько жертв приносилось Агнец. Агнец всегда был прообраз Христа, что беспятная порог, он должен будет умереть за род человеческий, это был прообраз Мессии. Вот можно посчитать, что на 10 человек нужно было принести одну овцу или одного Агнца. в одном году было подсчитано 25,5 тысяч, это значит где-то около 2,5 миллиона собиралось тогда на этот праздник. Итак, мы видим, что главное здесь событие, о которых рассказывается, это же, конечно, событие воскрешения Лазаря из мертвых. Что мы знаем о жизни Лазаря после его 12 глава будет именно начинаться тем, что он возлежал быть с Иисусом Христом на Пасхе, но его жизнь она действительно достаточно интересна. После своего воскресения он прожил еще 30 лет и только через 30 лет умер второй раз. И он был епископом на острове Кипр, до сих пор есть его мощи, в 9 веке были эти мощи перенесены в Константинополь, потом были вывезены, когда был крестовый подход в 1200, если я помню 1291 год в Испанию. Но тем не менее в 1979 году, когда начались раскопки на месте, где хотели построить новый храм, потому что храм сместился на очень большое расстояние до того места, где он был ранее, и обнаружили ковчег, в котором было написано «Лазарь четверодневный». То есть это было понятно, о ком идет речь, мраморный такой из камня сделанный сосуд, и в нем были мощи, причем кости и глава. То есть это говорит о том, что не все мощи, это древняя традиция, не все мощи всегда перевозились с того места, где человек упокоевался и был епископом этого города, тем более. А какая-то часть, даже вот сейчас, когда греки привозят, например, с горы Афон поезд, то не надо думать, что они привозят весь поезд. Есть малый поезд, есть большой, часть они не оставляют, а часть привозят. Когда привозят другие мощи, тоже часть оставляют, часть привозят. Это такая христианская осторожность. Мы истории христианства научены, как мы утеряли мощи, они пропадали в связи с разграблениями, с военными действиями. Поэтому неизвестно, что произойдет, и можно лишиться святыни. В этом смысле эта традиция, как видно, древняя и сохранялась. Поэтому сейчас каждый человек может поехать, если у него есть такая возможность, на Кипр. Насколько я знаю, там виза даже не нужна. Можно приехать и приложиться к святыне четверодневного Лазаря, который воскресил сам Господь Иисус Христос.